Все свои, все легендарные, все на местах. И что же, первые секунды нового сезона, тот выдает и, наверное, направо передачу выдаст Заримхан Юсупов, один из двух лучших бомбардиров Динамо на матчах, которые были на сборах. Вот такой прострел внезапный, но... Да-да-да, пока никакого подсказа, пока никаких эмоций, все ровно так же, как было. Неплохая атака, Кассентура рвется в штрафную, подкат чистый, но мяч остается у Экоша, прострел неплохо в касании, удар, это высший ворот, первый голевой момент сезона 23-24 в лучшей лиге мира. Сослан Кагирмазов имел прекрасную возможность. Махачкалинская Динамо, хоть и сменила главного тренера, но остается верно себе. А вот это ошибка, Манелов, уворот, внимание, удар, давит Волк, еще добивание было бы, наверное, доступно и на клею, но тот не сумел, уже заваливаясь на газон, свои движения с координарами. Рисует по полной программе, пришлось уходить под более острый угол и бить уже вот, ну, что называю, из-под себя, выковыривая этот мяч, так что Алибеков, я думаю, что спал свою команду. Внимание, Рожан Пагомедов, подача, Кагирмазов не получается, удар у Сослана дальше, Бабурин спокойно играет на втором этаже, подписанный на полноценный контракт, Егор Бабурин, игравший в процессе, мне есть еще чему поучиться у этого специалиста, Артему Горлову, ну а другие вещи за стопками пока оставляем, Манелов подачу. Ой-ой-ой, это вау! 1-0! Царство рикошетов! Царство контр-туши, даже я бы сказал, если применять бильярдные термины. Ассистенты к Языпчуку, честно говоря, от меня момент открылся, Шелки Манелову в атаке, торпеда, передача левей от Йорди Рейны, снова несопособность у Динамо, внимание, удар вот такой, 2-0! Игорь Лебеденко! Старый, добрый Игорь Лебеденко. Динамо, разумеется, с начала сезона футболистам нужно вкатываться, тренерам нужно вкатываться, комментаторам тоже немножечко нужно вкатиться, друзья, так что не обессудьте. А вот это вкатывается Динамо в атаку Кассентура, на ноге-то опорный не устоит. Самый бьющий игрок в атаке у гостевой команды. Расстрел, внимание, удары, третий момент возникает у Махачкалинского Динамо, и третий же момент не реализуется. Я думаю, что сейчас в флешбеке проскакивают в голове, в памяти, в сознании Эгоша Кассентуры. Во время споров навесут Руслана Лисаковича, неплохо, мяч, штрафной удар, и еще один момент в молоко, в пустоту Бутиль. Даже симпатичный, ну что ж такое-то, просто как отрезало в атаке у Динамо, ведь действительно четыре уже могли забивать. Четыре! Да, Лужники торпеды берегут, причем и на чешой половине поля. Лебеденко с разницей в две минуты поразили Динамо в самое сердце, при том, что махачкалинцы неплохо в атаке смотрятся. Эгоша Кассентура пытается раскачать Самсонова, и неплохо Кассентура зарабатывает угловой правной степени, как и предыдущие опасные моменты, должен был голом завершаться. Навес, и здесь удар, и здесь выше ворот, действительно очень-очень неплохо выставлены и настроены. Практически на леночке находится, но послоподача на ближнюю штангу, и Бабурин. Бабурин, мяч перекладина! Да, добивание, может быть, от Олибекова, это свеча. Убил грамотно и хладнокровно, выбил, но вот, правда, выбил прямо на голову, по-моему, Идарва Шумахова. Да. Четвертому номеру, и как раз он по такой лихой траектории, парашютиком, заспанной, Бабуриной, вообще, всему составу торпеда. Ничего страшного в этом нет. Еще одна волна атаки от Динамо в штрафной площади. Недопасно. Прострел от Магомедова, замыкать не успевает. Позволяя мячу через макушку перемахнуть, и контратака автозаводцев через правый край. Это Иван Йенин, он у штрафной. Чистая работа. Чистая работа от Залимхана Юсупова, да такую, пока еще не совсем сыгранную, оборону торпеда вскрывать. И вскрыть ее сегодня не удалось.